Одним из таких объединяющих культовых объектов должен стать собор во имя святой великомученицы Екатерины. Он будет не только подарком жителям, но и настоящим украшением Екатеринбурга. Не просто церковь, а настоящий символ города. Анонсируя строительство нового храма, власти говорят о восстановлении исторической справедливости. С того момента, как почти век назад был разрушен собор святой Екатерины, в уральской столице нет куполов в честь небесной покровительницы. Чтобы это был действительно тот храм, видный, яркий, красивый, когда есть все возможности для того, чтобы в Екатеринбурге появился храм, такой носящий вообще такой образ города. Завершить этот образ архитекторы готовятся несколько лет. Храм на 800 прихожан хотели построить на городском пруду, но проект раскритиковали и сооружение решили перенести с воды на сушу. Сегодня на городсовете окончательно утвердили место на набережной. Храм планируется возвести недалеко от фонтана. Все необходимые экспертизы на участке уже проведены. Специалисты дали разрешение на строительство. К слову, в будущем изменится и территория, прилегающая к собору. Так, например, напротив его входа появится статуя святой Екатерины, а рядом зеленая зона. Новый храм будет иметь пирамидальную композицию, которая сходится к большому куполу. Собор в византийском стиле украсит черты древнерусского зодчества. Аркатурный пояс, барабаны с арочными окнами и купола сложной формы, а также современные подсветка и узоры. Многочисленная резьба, которая будет по камню выполнена на стенах храма, значит, она не должна, на мой взгляд, повторять те образы, те формы, которые были в старой архитектуре приняты. То есть мы можем придать им более современное звучание. Архитекторы, впрочем, открыты для предложений всех неравнодушных к строительству храма. В частности, еще решается, какой будет наружная отделка. Определяются также разворот храма и его высота. Вполне вероятно, что она составит 75 метров. Но главные каноны уже утверждены, поэтому можно говорить и о сроках. Уже известно, что храм святой Екатерины станет подарком горожанам к юбилею Екатеринбурга. В 300-летию и внешняя часть храма будет готова, и внутри отделка будет закончена. Необходимо начать строительство именно в этом году, чтобы мы действительно в 300-летию города получили такой подарок. Начать строительство планируется в декабре. Рядом с храмом могут появиться сквер, скейт-парк и парковки. Они разместятся в районе улиц Антона Валика и Февральской революции. Юлия Анашкина, Олег Кузнецов. Главные новости Екатеринбурга.